Когда первый раз видишь эту удивительную панораму, невольно задаёшься вопросом. А это что всё? Реальные танки? Это настоящая бронетехника? Разве это не монтаж? Отвечаем нет. Тут всё по-настоящему. Эти кадры были сняты в 1981 году на учениях «Запад-81». В то время наша, тогда ещё советская армия находилась на пике своей мощи, и эти учения стали крупнейшими в истории Союза. Более 100 тысяч военнослужащих приняли в них участие. С тех пор прошло 37 лет, и многие были уверены, такое не повторится уже никогда. Между тем, это случилось у нас в России на полигоне Цугол, на манёврах, которые многие уже назвали историческими. Вы только вдумайтесь в цифры. 300 тысяч военнослужащих из разных стран мира, из России, Монголии, Китая, участвуют в этом событии, и более 36 тысяч единиц техники. Такого не было ещё никогда. 36 тысяч единиц техники – это только на Земле. К этому надо добавить больше тысячи самолётов и вертолётов в небе, и около 80 кораблей на море. Ведь манёвры одновременно проходили на Чукотке, в Приморье, в Амурской области, в Забайкалье, на морях Северного Ледовитого и Тихого океанов. И вот теперь, когда всё позади, когда прошёл парад, можно уверенно говорить «Да, мы сделали это». Что ж, в таком случае пришло время подводить итоги. 13 сентября 2018 года – Забайкальский край. Полигон Цугол. То, что вы видите сейчас, даже в кино не показывали никогда. Настоящая, большая атака современной боевой техники. Причём здесь ни одна, ни десять, две сотни тяжёлых машин. Так для танкистов и мотострелков Центрального военного округа начинаются манёвры, проходящие в Восточном округе. И это территориальное несовпадение не случайно. В Министерстве обороны сразу решили провести учебный бой на земле незнакомые большинству участников. Что ж, в таком случае неизвестность только добавляет азарта. Танкисты не жалеют боеприпасов и от стальной атаки. У противника в прямом смысле слова башню сносит. Уточним, противник условный. Впрочем, все эти условности появляются от того, что снаряды боевые. Итак, после слитного залпа начинается наступление со стрельбой на ходу на скорости около 50 км в час. Пыль, поднятая взрывами, настолько плотная, что танки несутся, как в тумане. Представьте, насколько тяжело танкистам вести бой в таких условиях. Впрочем, проходит ещё пара минут, и рубеж взят. Завершенный холма танки уходят в сторону, чтобы избежать удара условного противника. И вот теперь, во время образовавшейся паузы, все готовятся к началу главной атаки, которая пройдёт с участием войск Восточного военного округа и Народно-освободительной армии Китая. И, что важно, за этой большой атакой будет наблюдать лично верховный главнокомандующий. Именно здесь, на этом участке полигона Цугол, и работает съёмочная группа военной приёмки. До начала условного боя остался ровно час, и вот тут самое время обозначить диспозицию. Окоп, по которому мы идём, это наш передний край обороны. Отсюда до линии фронта всего-навсего 200 метров. Вот сейчас я как раз в сторону этой линии фронта и выдвигаюсь. Вот, мы видим танки. Это уже танки противника. Ну, а с той стороны, там, где находятся руководители учений, руководители манёвров, это уже наш тыл. По сценарию на этом этапе манёвров наши разведчики получают информацию, что армия противника вот-вот перейдёт линию фронта. Чтобы этого не допустить, командование принимает решение нанести упреждающий удар. Первыми на позицию выходят вертолёты с десантом. С этого момента на полигоне запускают отсчёт времени. Когда прямо на тебя летит сердитое стая огромных стальных стрекоз, становится немного не по себе. Дело в том, что нашей съёмочной группе выделили место не на галёрке, и даже не в первом ряду, а прямо на сцене. Ну, вот мы видим, как пришла первая группа десанта на вертолёте Ми-24. То есть, чем хороша та позиция, которая досталась нашей съёмочной группе? Мы находимся в непосредственном близости от происходящего. Высадились десантники, и потихонечку они начинают уходить в сторону противника. Задача этой небольшой группы – обеспечить высадку главных сил десанта. При этом надо понимать, что таких передовых групп несколько, и все эти передовики работают в разных режимах. Вот мы видим, как подошла группа воздушно-десантных войск. Сейчас десантники будут спускаться на вертолёте Ми-8 с помощью верёвок, с помощью тросов сбросили только что канат, и по канату, без страховки. Начинает спускаться первая штурмовая группа. Раз, два, три, четыре, восемь, десять человек. Они задели позиции. Вертолёт прямо с канатами начинает подвигаться дальше. Параллельно с высадкой десанта в небе появляется группа вертолётов Ми-8 АМТШ, которые прямо с воздуха минируют районы наступления противника. Проходит ещё минута, и начинается парашютное десантирование. И на поле прибывают основные силы передового отряда десанта. Они ещё не растратили боеприпасы, а им уже сбрасывают запас. Прикрывает всю эту высадку ударные вертолёты К-52 «Аллигатор». То есть десантники работают, если не под пулями, то очень близко. И ещё на этих манёврах войска ВДВ многие вещи отрабатывают впервые. Ну вот ещё один элемент, который на этих манёврах используется впервые. Это эксперимент воздушно-десантных войск. Расскажите, в чём суть. Это мобильный резерв бригады. Мобильный резерв предназначается для решения внезапно возникающих задач. Значит, давайте сейчас мы по моей отважке запускаем десант на выход. Вы видите, проходят считанные секунды, и целая группа из пяти фактически транспортных средств. Я просто же сам не ожидал такой скорости. Мобильность, быстрота, динамичность мобильного резерва. Также в ходе манёвров мы ещё будем опробовать формы высадки главных сил. Десантирование будет происходить посадка вертолётов на землю. Итак, отработав высадку на земле, десантники снова загружают технику в чрево вертолёта и летят на ЦУГОЛ, где уже вовсю идёт учебный бой. Сражение продолжается, и мы видим, как десант на небых эквадроциклах вылетает из вертолёта и на полной скорости уходит в атаку. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как собрались военные атташе, кажется, со всего мира, в том числе и стран НАТО, и Евросоюза. Вот что они видят со своих мест, а вот что наблюдает съёмочная группа военной приёмки, работающая практически на передовой. И вот тут надо объяснить, что всё, что было раньше, Центр-2015, Кавказ-2016 и Запад-2017, всё это были учения. А Восток-2018 – это уже манёвры, где задействованы все виды вооружённых сил. И ЦУГОЛ – это лишь часть большого военного спектакля. Параллельно учебные задачи решаются на полигонах в Приморском крае, в Хабаровском крае, в Амурской области. Один только переход Северного флота из Мурманского на Чукотку, чего стоит. И хотя формально эти манёвры стартовали 11 сентября, им предшествовало переброска и развертывание пунктов управления и войск в назначенные районы. Для этого собрали 25 тысяч военнослужащих всех специальностей – тыловиков, инженеров, специалистов РХБЗ, медиков, которые на полигонах Восточного военного округа выстроили полевые пункты управления, места размещения личного состава, КПП, гаражи, заправочные станции. Одних только столовых открыли более ста. А ведь всё это надо было замаскировать и защитить. Посмотрите на эти крепости, выстроенные в степи. Ну разве не произведения инженерного искусства? Или вот ещё один пример – то, что не всякому гражданскому и в голову придёт. На такие учения выезжают целые полевые прачечные. Ведь даже на войне за чистотой надо следить. Данная прачечная может произвести за 10 часов работы 500 килограмм сухого белья. То есть за сутки более тонны получится у нас обработать белья. Следующая проблема – транспорт. Для того, чтобы довести технику до полигонов, воины-желеснодорожники использовали 60 воинских эшелонов. А это полторы тысячи вагонов и платформ. Кроме этого, доставкой по воздуху занимались 50 самолётов военно-транспортной авиации. Более того, впервые в новейшей истории России военно-транспортный Ан-26 приземлился прямо на автомобильном шоссе. И вот итог. В одном только цуголье бесконечное поле тяжёлой техники, целый импровизированный аэродром и огромные палаточные лагеря трёх армий мира, одна из которых считается самой многочисленной на планете. И если пробыть наших солдат и офицеров более-менее известно, то о походной жизни армии Китая знают лишь единицы. То, что мы покажем сейчас, настоящий эксклюзив военной приёмки. До начала манёвров остаётся два дня, и сегодня у нас исторический день. Мы впервые попали в городок, где живёт китайская армия. Вот на входе нас встречает девиз этой бригады «Вперёд и только вперёд!». По вечерам жизнь в китайском лагере кипит на улице. В палатках почти никого, зато на площадках между ними полно народа. Кто-то просто играет в футбол, кто-то увлечён другими малоизвестными в России групповыми играми, ну а кто-то просто поёт и танцует. Теперь нас пропускают в одну из палаток. Здесь хочется обратить внимание на то, как она устроена. Сверху идёт маскировочная сеть. Здесь аккуратно выкопана канавка для стока. Вот, вытираем ноги, заходим внутрь на полу. Как мы видим, чисто и убрано. Это что за палатка? Это получается палатка, где изображена культура, богатство культуры китайского народа. То есть то, что у нас назвали бы дом культуры, дом офицера. Ну это можно назвать палатка культуры китайского народа. Они уместили да всё, что могли сделать. Уголок с музыкальными инструментами, мяч, чемпионаты мира по футболу, уроки каллиграфии. Тут всё заточено на одну задачу. Привить интерес китайских военнослужащих к России и наоборот, русских военных к Китаю. Это книжка называется «Си Цзиньпин», о том, как правильно управлять, о государственном управлении. Я вижу, написано по-русски. На русском языке подготовили для российских... Уже затем на нас приглашают посмотреть, наверное, самое интересное. В каких условиях живут китайские солдаты? У каждого я слушаю, имеется своё снаряжение. Спят прямо на полу. Сует хаман шой джи лидо, так точно. Давайте потрогаем, то есть там земля здесь... То есть это что-то худе, да? Да-да-да-да. Земля, ничего там не насыпано. Это один шой джи лидо, и там еще один. Для одного человека, да? Ага. Но вы что, надо убрать вам? Да-да-да, я понимаю. А один шой джи лидо, я понимаю. Все необходимое, постельное белье и так далее, внутри вот этих сумок. Здесь подушка. Я просто смотрю, холод не проходит. Конечно, я говорю, джан-тхол, кайма. Джан-тхол. Сейчас я распакую, одну вам покажу. Получается, в таких походах китайцы живут по 8 человек в палатке. Спят на земле, положив под спальник надувной матрас и пенополиуретановый коврик. В холодную погоду зажигает обогреватель. Говорят, этого хватает, чтобы ночевать в тепле даже при 20-ти градусном морозе. То есть, вот именно в этой форме военнослужащие китайской армии будут участвовать в манёврах бронежилета. Они надевают в этот момент. Во время учения будет. Что касается бытовых условий, в каждой палатке стоит вот такая канистра на 25 литров с чистой, прозрачной питьевой водой. Дальше мы выходим на улицу, оказываемся вот в таком большом предбаннике. И мы видим ещё запасы технической воды. То есть, здесь вода для умывания. Видим, что тазики у каждого военнослужащего свой набор, состоящий из мыла, зубной пасты, щётки, бритвы. Ну, всё то же самое, как в нашей армии. Удобство в том, что здесь же в предбаннике можно помыться, не уходя далеко из палатки. Из необычного бросается в глаза то, как просто и изящно решён вопрос слива воды. Когда использованную воду сливают в землю, а грязи под ногами нет. Ну вот на что ещё обращаешь внимание. В каждой палатке висит вот такой флаг, знакомый всем нам флаг СССР. Хотя здесь это флаг Коммунистической партии Китая. И снизу лозунг. Что там написано? Переводится необходимо слушать команды, приказы партии, и всё будет победа. И будет победа? Так точно. В этот раз победа должна быть общей. Именно поэтому на всех этапах учений здесь, в Забайкалье, и российская, и китайская армии идут бок о бок. Итак, мы снова возвращаемся на полигон Сугол. Напомню, на одной его части уже прошёл танковый бой, на второй идёт главное сражение. И вот теперь мы должны познакомить вас с третьей площадкой. Хотите посмотреть, как 200 единиц техники одновременно преодолеют за 20 минут вот такую широкую реку? Давай сюда. Это ещё один очень важный элемент именно вот этой части манёвров, которая проходит здесь, на Суголе. Точнее так, мотострелковые бригады идут по понтонным мостам, а вот танки движутся под водой. Благо, глубина позволяет. Вы спросите, а чем танкисты дышат в этот момент? Отвечаем, воздухом, который поступает через вот эти трубы. Обратите внимание, в момент переброски военные инженеры запускают дымомаскировку. Она должна защитить от воздушной разведки. Спустившись на землю, мы узнаём, что из трёх понтонных мостов один был китайским. То есть он был привезён сюда прямо из Поднебесной, да и шла по нему техника национально-освободительной армии Китая. После того, как переправа была готова, операция по переброске войск заняла 20 минут. Уточним, взаимодействие двух наших армий налажено давно, и свою понтонную технику китайцы не раз привозили в Россию. Но все прежние поездки проходили в режиме соревнований. А тут, на Аноне, российские и китайские солдаты вместе делали одно дело. Я первый раз в России. Я давно мечтал о подобном. И очень рад, что наконец у меня появился шанс поучаствовать в учениях боку-бок с русскими. Итак, это был эпизод переправа. И вот теперь мы снова возвращаемся на основную площадку, где только что высадился десант, и где тоже участвует армия Китая. Как и у нас, у китайцев все снаряды боевые, никаких холостых патронов, никакой имитации. Это мы объясняем для тех, кто спрашивает, а почему на поле боя в качестве противника не выставлена реальная армия с людьми. Теперь надо рассказать про то, как работает, как устроен полигон. Это место называется пункт управления рубежами. Правильно я говорю? Так точно. Вот, выходит отсюда несколько тросов, с помощью которых вот эти... Операторы. Операторы, правильно. Можете повернуться с надписью «Полигон» на спине. Собственно, поднимают мишени. Они точно так же находятся, ну, внутри всех этих действий, прикрытые маскировочной сетью. Идет 20-я минута атаки. На этом этапе войска продолжают обстреливать позиции противника. В воздухе работают российские и китайские вертолеты. И вот тут наступление вплотную подошло к тому, чтобы готовить прорыв линий фронта. Однако этому прорыву мешает минное поле. Для его обезвреживания отправляют в бой знаменитые установки разминирования УР-77 и УР-83. В армии их еще со времен Афганской войны прозвали «Змеем Горынычем». Почему? Да потому что он и есть змей, к тому же летающий. Горыныч, будет минно-взрывное заграждение проводить проход для наших войск. Условный противник заминировал проходы, он сейчас их разминирует. То есть вот это въехал «Змей Горыныч», он выпускает такой, как бы это назвать, шнур с тротилом, весом несколько тонн. Ну, не несколько, там, тонн, но две в зависимости от навески. И будет сейчас мощный взрыв для того, чтобы пробить дорогу для танков. Правильно я говорю? Так точно. Вот он, полет «Змея Горыныча», а вот взрыв, который тут же нейтрализует минное поле. Итак, после того, как прошел десант, после того, как сработал «Змей Горыныч», начинаются танковые атаки. Танки разной весовой категории выходят к линии фронта. Сейчас они будут занимать позиции, и начнется так называемая танковая карусель. Танковая карусель – это когда один танковый взвод открывает огонь по противнику, второй в это время ведет разведку, а третий находится в районе ожидания. Как только боезапас первого взвода заканчивается, он тут же уходит в район ожидания, и его немедленно заменяет взвод, ведущий разведку, ну а третий выходит в район наблюдения. В такой ситуации противник постоянно находится под плотным огнем. Обратите внимание на маскировку участников смертельной карусели. Дуло пушки окутано травой, башня также прикрыта листвой и кустами. Танк разворачивает башню и, наконец, открывает огонь. Проходит минута, следует еще один выстрел. За ним еще. Не успела улечься пыль, а танк вновь бьет из своей пушки. А теперь посмотрите на эту картину со стороны. Все это время вместе с этим танком работают еще несколько десятков таких же. От воздушной атаки противника всю эту армаду защищают зенитные артиллерийские самоходные установки «Тунгуска» и «Шилка». Стреляют танки по каким целям, по каким мишеням? Мишени номер 12, мишени номер 14. А появляющимися и движущимися, а также макеты танка, которые вы наблюдаете в реале. И вы управляете вот этими движущимися мишенями? Появляющимися и движущимися мишенями, да. Полигон «Сугол» появился на свет после войны. С тех пор он сильно вырос. Однако накануне маневров в «Восток-2018» он начал расти так, как до этого еще никогда не рос. Его площадь увеличилась в разы. Старое поле оказалось слишком маленьким. Старое поле оказалось существенно мало. Нам пришлось увеличить фронт. И сейчас... Вот фронт слева направо приблизительно, или точно? До 20 километров. 20 километров? А в глубину? В глубину 28 километров. Ответственный за боевую подготовку Восточного военного округа, генерал Шимайтис говорит, что, когда он приехал в «Сугол» два месяца назад, ширина фронта тут едва достигала 5 километров. Сейчас, повторюсь, эта цифра выросла до 20. Выходит, Восточный военный округ специально к маневрам построил, по сути, новый полигон. Благо, военные понимали, к чему надо стремиться. Например, тот же генерал Шимайтис лично видел учения 81-го года. Мальчишкой, у меня папа военный, я видел эти учения. Запад 81, я в это время... Папа служил у меня в Прибалтийском военном округе. Я это мог наблюдать только в подростковом возрасте. И тогда я уже понимал одно форсирование реки Немана. Это было масштабное действие. Такого размаха уже с 81-го года не было. В учениях Запада 81 приняли участие около 100 тысяч военнослужащих. В маневрах Восток-2018 300 тысяч. Из них всего 3,5 тысячи. Это военнослужащие из Китая. Есть еще мотострелковое подразделение из Монголии. Но основная масса – это наши, россияне. Выходит, едва ли не треть российской армии работала в эти дни в интересах Востока. И в этом смысле мы превзошли результат 81-го года. И сделали что-то такое, чего до нас еще никто не делал. Это было понятно еще на встрече двух министров обороны – России и Китая, которая прошла на полигоне Цугол за день до главного сражения. Так что у российско-китайских военных отношений – большое будущее. И это будущее просматривалось в том, как вели диалог наши офицеры. В этом палаточном штабе висит карта с планом сражения. Перед картой российские и китайские генералы обсуждают логику совместных действий в день маневров. Тем для обсуждения хватает распределение сил, скорости направления движения войск. Ну и еще, чисто по-человечески хочется, чтобы погода не подвела. Конечно, обе наши армии умеют воевать и в дождь, и в снег. Но ведь это сражение надо не только самим посмотреть, но и другим показать. А для этого нужно солнышко. Как ни странно, на маневрах восток были и такие люди, которые в прямом смысле этого слова вымаливали для воинов ясного неба в день главного боя. Мы с вами находимся в полевом буддийском дацане. Дацан этот мобильный. Первые буддийские храмы у бурятов точно так же располагались в юртах. Это было удобно для кочевого народа. Храм разбирали и везли с собой, когда нужно было переехать с одного места на другое. Теперь точно так же возят и этот военно-полевой дацан. Вслед за мотострелковой бригадой, которой он приписан. Эта работа проводится в первую очередь для того, чтобы защитить права верующих военнослужащих на свободу их вероисповедания, на возможность исповедовать свою веру в различных условиях. Одна из функций войскового священника – поддерживать психологический и моральный дух воинов. Байерлама – не просто священник. Он помощник командира мотострелковой бригады, точно так же, как и его православный, если так можно выразиться, коллега иеромонах Александр. Он из артиллерийской бригады. Так потихоньку в армии возрождается древняя российская традиция – поддерживать солдат молитвой. Никто военнослужащих в храм силой не загоняет, но желающие сами могут зайти. Что касается китайского лагеря, то тут тоже уделяется особое внимание и психологическому настрою на победу, и военно-патриотическому воспитанию. По вечерам китайцы собираются вместе, смотрят патриотические фильмы и поют соответствующие песни. Ну а следующая песня будет близка и понятна нашему русскому человеку, несмотря на то, что наши соседи и союзники поют ее на китайском языке. Причем поют с неподражаемым энтузиазмом, а главное – стоя, словно гимн. Это песня. Почему в Китае мы любим петь эту песню? Потому что, во-первых, патриотичный раз. Во-вторых, про любовь. Девушка, Катюша. Это не только то, что мы запускаем в небо, да? Но и про чисто человеческую любовь, патриотическую. А почему стоя поют? Почему? Суэда жэн хаму хинда. Хамцога гэгэр. Держим учение. Российско-китайское дружбу. Надо укреплять. Да они укрепляют. Показываю уважение. Слаг доверия. За нашу дружбу. Вперед. Спасибо. Большое спасибо. Надо сказать, что на наших маневрах тоже есть Катюша. Точнее, ее прямые потомки. Это грады, торнадо и ураганы. Уже через несколько минут они откроют огонь такого масштаба, какого еще ни разу не было на учениях в современной России. Но сначала должна пройти авиация. Помните, мы остановились на том, что в Суголе заработала танковая карусель. Так вот, сверху эту карусель прикрывают два звена штурмовиков Су-25. Затем передовой командный пункт врага бомбят два Ту-22М-3. Одновременно по колоде бронетехники противника наносят удар истребители-бомбардировщики Су-34. Через пару минут к ним присоединяются два фронтовых бомбардировщика Су-24М. Напомню, все боеприпасы боевые. Дальше на боевой курс выходят истребители Су-30СМ, а за ними пара китайских истребителей-бомбардировщиков GH-7. Все вместе эти самолеты бомбят передний край противника. Ну а всего же в самом крупном авиаударе на полигоне Сугол единовременно было задействовано свыше 40 ударных самолетов. Впрочем, повоевать самолетом и вертолетом пришлось и на других полигонах. Вот, например, один из эпизодов. Авиация Восточного военного округа наносит авиаудар по колонне бронетехники условного противника на полигоне Мухор-Кандуй. И что важно, во многих случаях пилоты работают по координатам, которые получают прямо в воздухе в режиме реального времени. Как обычно, в списке задач авиации не только воздушная поддержка наземной операции, но и захват господства в небе. Здесь одну из главных ролей играет воздушный радар А-50. Его зона ответственности вовремя обнаружить противника и навести на него истребители. И второе, вовремя обнаружить ракеты противника и также передать данные в штаб ПВО. Кстати, войска ПВО тоже отличились на маневрах Восток. Так, например, отрабатывались задачи на полигоне Целемба в Бурятии, где комплексами С-400, С-300, установками БУК и ТОР были сбиты более 30 ракет-мишеней. Параллельно с работой в воздухе проходят маневры и на воде. Безусловно, главный герой на Востоке – это флагман Тихоокеанского флота – ракетный крейсер «Варяг», который открыл огонь своими ракетами по условному противнику, расположенному на расстоянии около 100 километров. Эти стрельбы – первый этап самых масштабных маневров Тихоокеанского флота за последние десятилетия. В числе задач, например, охота за подлодками в сопровождении палубных вертолетов. Ну а тем временем проходят еще несколько дней, и Тихоокеанские морпехи в Приморье в районе мыса Клерк начинают учения по высадке десанта. И что важно, в этих учениях помимо морской пехоты участвуют авиация ВКС, армейская авиация, артиллерия, саперы, снайперы. Словом, и тут, на Клерке, все очень серьезно и очень масштабно. Точно такие же серьезные задачи на этих маневрах выполняют моряки Северного флота. Ради них они прошли по морю от Кольского полуострова до Чукотки. 8 августа боевые корабли стартовали в Североморске, потом в сопровождении двух ледоколов одолели большую часть Севморпути и уже через 20 дней после старта отработали высадку десанта с боем в бухте Тикси. Вот мы видим, как десантный корабль подходит к берегу на полном ходу. Создаются ощущения, что он собирается сесть на мель. Но нет, открывается аппарель, и в этот момент техника выходит на берег. Высокую выучку показали экипажи десантных кораблей в условиях мелководья, значит, необорудованного побережья. Действовали решительно, показали высокую выучку и профессионализм. После учений в Тикси сложнейший переход в Чукотское море, где уже сейчас воду порой начинает сковывать лед. Такой переход не только крайне сложен, но и местами опасен. Впрочем, переход – это только начало. Один из самых интересных эпизодов с североморцами был отыгран на мысе в Анкаре. Казалось бы, история повторяется точно так же, как в Тикси. Корабль подходит к берегу и высаживает десант на гусеничных вездеходах. Однако в этот раз никаких стрельб. Цель другая. Подразделения арктической мотострелковой бригады отправляются в марш-бросок по бездорожью длиной больше трех сотен километров. Их задача – пересечь Чукотку. Уточним, такой марш-бросок Северный флот устраивает впервые. Вообще, слово «впервые» – одно из главных на этих маневрах. Что ж, пришло время показать вам еще одну интересную вещь, которую армия устраивает впервые. Это массированный удар из разных систем залпового огня, где грады, торнадо и ураганы работают одномоментно. Итак, мы снова перемещаемся на Сугол. Это зрелище одновременно и пугает, и завораживает. Десятки мощных ракет устремляются в небо, чтобы через несколько километров превратить противника в пыль. Ну а дальше масла в огонь добавляют эскандеры. Они запускают крылатые ракеты, и они же дают сигнал для начала огневого вала. Кто не знает, это такой способ огневой поддержки войск, при котором перед атакующими подразделениями дается сплошная стена разрывов артиллерийских снарядов. Не меньше шести на каждые сто метров. Так огненный каток движется все вперед и вперед, накрывая не только ближние вражеские порядки, но и самые дальние. 198 артиллерийских орудий, и наших, и китайских, обрушиваются на противника в этот момент. Ну а дальше без всякой паузы в бой вступают самоходные гаубицы. Пушки стреляют без остановок, горизонт сотрясается от взрывов, а небо заволакивает черный дым, сквозь который пробиваются яркие вспышки. Дальше в работу вступает тяжелая огнеметная система «Санцепек». Место, куда попадает его ракета, превращается в огненное пепелище. Во время взрыва температура поднимается до 3000 градусов. Так огневой налет уничтожает у противника и командные пункты, и артиллерию, и зенитки, и бронетехнику, и, конечно же, живую силу. И так длится до тех пор, пока спустя полчаса с начала маневров наши войска, наконец, не переходят в наступление. Так бой на полигоне «Сугол» заканчивается разгромом противника. Ура! Мы победили! На этих учениях мы применили сирийский опыт, весь обобщенный, начиная от захвата выгодных рубежей десантными подразделениями, которые вы наблюдали, ну и далее по рекаду огневого поражения, разведки, одновременного поражения различными видами и способами. Сегодня мы с нашими китайскими коллегами показали, что мы способны совместно выполнить как учебно-боевые задачи, так, наверное, и боевые. В течение прохождения маневров Китайские и российские военнослужащие, причем к плечу, умествия на общем поле, отрабатывали воинские действия, а также обеспечивали мир. Ну и завершаются эти маневры парадом, огромным масштабным парадом военной техники, который проходит прямо здесь, на полигоне Сугола. Что важно, в этом параде участвуют военнослужащие не только нашей российской армии, но и армии Китая, армии Монголии. Так что такого количества военной техники на одной площадке мы не собирали еще никогда. Техники здесь больше, чем на главном параде на Красной площади. Да, в этом строю нет новинок, вроде Арматы, Бумеранга или Курганца, но здесь собраны все рабочие лошадки наших вооруженных сил, которые только что участвовали в маневрах. И что важно, этих лошадок много, все они в строю и в хорошей форме, что, между прочим, было отмечено наверху. Как верховный главнокомандующий, благодарю всех участников маневров «Восток-2018» за добросовестную службу, за профессионализм и выучку. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости, духа и новых успехов. Благодарю за службу. Помните, с чего мы начинали этот фильм «81-й год»? Оперативно-стратегические учения «Запад-81» – своего рода показательный рекорд боеготовности нашей армии, после которого 37 лет мы не смогли повторить ничего подобного. Что ж, в этот раз сроки сокращаются, и главное – они установлены. Отныне, как заявили в Министерстве обороны, подобные масштабные маневры будут проходить каждые пять лет. Да будет так. Министерство обороны,